27 октября в Екатеринбурге прошло заседание Совета политических партий Уральского региона. На открытии полпредпрезидента в Уральском федеральном округе Евгений Куйвышев обозначил повестку, состоящую из двух принципиальных вопросов. Первый касается сохранения этноконфессионального мира и борьбы с экстремизмом как основы национальной безопасности. А второй – цивилизованной межпартийной конкуренции и недопустимости использования серых и черных политтехнологий в предвыборных кампаниях. Президент России и председатель правительства обозначили сохранение этноконфессионального мира как один из главных государственных приоритетов, одну из основ национальной безопасности. Свою роль в решении этой задачи призвано сыграть и мы с вами, и партии в одной из первых очередей. Это относится в том числе к работе с национальными диаспорами, увеличению их конструктивную политическую активность, формирование российской гражданской идентичности. В частности, партии могли бы принять деятельное участие в реализации программ профилактики экстремизма. Такие программы приняты в большинстве регионов Уральского федерального округа, а до конца текущего года они будут доработаны и приняты везде. Руководитель Уральского межрегионального координационного совета Единой России Иван Квитко разделил опасения полпреда и, в свою очередь, отметил необходимость контроля над избирательными списками, чтобы люди, поддерживающие экстремистские взгляды, не оказывали среди руководства партий, участвующих в выборе в Государственную Думу. В выборный период междунациональный вопрос приобретает особое значение. Конечно, круглый выборной борьбы вполне может привести к стремлению некоторых политических сил, используя национальный фактор в своих целях. Укрепление мира и согласия между представителями всех национальностей, религий и конфессий – основа существования и развития России как единого государства. Нам необходимо более тесно сотрудничать с авторитетными людьми разных конфессий и народов для сохранения мира и согласия. Основная часть заседания проходила за закрытыми дверями, куда журналисты допущены не были. По окончанию работы полномочный представитель от ЛДПР по Уральскому федеральному округу Владимир Тоскаев дал свою оценку деятельности прошедшего мероприятия. Я на первом мероприятии, который ведет новый полпред, я считаю, что достаточно адекватно воспринял ту информацию, которую дают оппозиционные партии. В общем-то, даны серьезные нам понимания существующей сегодня обстановки. Мы твердо понимаем, что сегодня мы идем на выборы в Государственную Думу, плавно перетекающие выборы президента Российской Федерации. Мы сегодня обсуждали конфиденциальные проблемы, межнациональные проблемы. И, в общем-то, я услышал, что власть нас понимает. И я думаю, что с продуктивным полпредом мы должны кое-что изменить. Потому что мы, в первую очередь, должны признать, что нашей стране надо что-то менять. И в первую очередь должна признать власть. И власть должна именно быть не глухая, она должна быть слышать то, что мы говорим. Мы действительно не хотим, чтобы был у нас какой-то разброд, чтобы партии между собой ссорились. Мы хотим, чтобы была сильная страна и не было административного потенциала, не было какой-то рознь неприятной в нашем обществе. Поэтому сегодня наш полпред это обеспечил. Он дал четкие понимания, четкие взаимоотношения между нами. И, в общем-то, прогарантировал, как представитель президента, исполнение федеральных законов. И, будем говорить, то, что должно произойти. Я надеюсь, что это будет нормально в нашем регионе в Уральском федеральном области.